Всем привет, друзья, с вами Райзум. Вы смотрите рубрику Трансмутация Кукухи, и сегодня у нас в центре внимания Арион и его гарем из девяти жен. Да, вы можете видеть ультрабилд Крадока, который он взял в FFA игре, и можете понять, что сегодня у нас будет очень-очень интересный, очень-очень трансмутированный реплей. Итак, ребята из клана Виа Милитера, вы можете видеть их ники с этой стороны, собрались сыграть FFA, но решили они его сыграть по особым правилам. Они решили сыграть трое против одного. Итак, кородок залесных эльфов имел 24 тысячи золотых на сбор армии. Соответственно, остальные игроки взяли высших эльфов, и каждый набрал армию на 8 тысяч золотых. Там плюс-минус, если что меня поправит, но примерно соотношение было такое, то есть у Крадока в три раза больше денег, чем у каждого из игроков, и в совокупности у этих трех игроков денег столько же, сколько у Крадока. И эти три игрока, это Краблинг, Грейв и Нормал Свамп, договорились играть втроем против одного Крадока, но при этом сам режим игры подразумевает, что их войска все равно могут драться друг с другом, и в финале побеждает тот, кто набрал большее количество очков. То есть, по идее, нас здесь должны ждать предательства и подставы, несмотря на довольно хрупкий союз. Давайте же с вами изучим гениальный трансмутированный билд Крадока, который ребята здесь, я думаю, не ожидали. Крадок решил переиграть всех, и на эти 24 тысячи понабрал 9 жен Ориона. Ну вот Орион в зимней спячке, представляете, просыпается, а эльфы уже изобрели клонирование, или здесь 8 переодетых скевинов, ну кому какая разница выглядит, все равно, наверное, неплохо. 9 пугачевых, почему бы и нет, замечательно, миллион-миллион алых АОЕ заклинаний нас с вами ждет, потому что здесь, как видите, они арели, арельки, затарены по самой неболу, и куча ягодного вина. Они должны хреначить вино, поить друг друга, спиваться, устраивать страшные оргии и отхиливаться. Орион, я думаю, будет доволен. Помогает им, помогают им вечные стражи, которые не знают, кого охранять, потому что непонятно, какая королева настоящая. Давайте уже посмотрим на билды и изучим, что смогут сделать высшие эльфы против вот этого безумнейшего блоба. Итак, Краблинг, здесь у нас желтый, Краблинг это Тирион. У него довольно неплохой потенциал для борьбы с вот этим блобом синглов, потому что Тирион отличный воин, его поддерживает здесь маг Хила. Тирион будет драться до конца, и здесь есть замечательный, ребята, латернская морская стража. Вот эти отряды сейчас несут самую-самую большую угрозу для Кородока. Самый-самый страшный противник, на мой взгляд, это именно здесь Краблинг. Здесь, кстати, очень вкусный блобик, который можно взорвать. Ну давайте, раз уж мы заговорили о блобике, здесь самые бесполезные, одни из самых бесполезных войск, на мой взгляд, эллирийские разбойники с луками. Нет бронебойки, очень мало моделек, поэтому... Именно вот в этой, против текущего блоба. Поэтому нанести серьезный урон Алориэлема они не смогут, да и сюда сейчас должно залететь какое-нибудь АОЕ наказывающее. Вот оно залетает, сейчас должен быть хороший вкусный взрыв. Ну неплохо. Кородок сразу набил приличное количество очков, да? Напоминаю, побеждает тот, кто здесь больше всего набил. Но здесь есть Теклис и Знамение Асуриана. Голубой Теклис и голубое Знамение, соответственно, здесь вот эти... Они могут подраться довольно неплохо, если одна из королев отойдет. Довольно далеко Теклис может налететь и напихать, потому что у него есть замечательный хилл и довольно приличное количество ветров. Теклис бросает сетку, сейчас будет брошен Феникс сюда огненный и минус отряд. А тут еще Краблинг быстрее бросает солнечный клык для того, чтобы украсть Вэлью. Первое предательство от Тириона. И рассматриваем последнего героя. Это Алариэль Сияющая, за нее играет Грейв, он зеленый. Алариэль отличный хиллер, тоже замечательный маг, один из лучших хиллеров в игре. И она будет хилить здесь, по идее, аристократа и хранителя знаний. И они тоже будут носить приличное количество урона под Алариэль. Сейчас идет гонка за тем, кто убивает синглов. На месте Кородока я даже не знаю, что бы я сделал. Я бы прятался в лес или пытался бы убить Краблинга. Надо Краблинга забрасывать на АОЕ закляданиями, потому что вот он опасен. В Аллатернская морская стража тут солидный боезапас. Даже несмотря на то, что нет бронебойки, это все равно им не помешает. Надо уворачиваться, да. Вот они могут набить очень много. Конечно же Тирион может набить очень много. Правда тут куча вечных королев. Если они соберутся толпой, Тириону они накидают. Смотрим, есть взрыв Аллатернской морской стражи. Похрен. Атака клонов, друзья. Здесь бегает еще одна Алариэль. Ариэль, блин. Алариэль, Ариэль. Понабрали одинаковых имен. Непонятно ни хрена. Теклес вместе со своим попугаем садится бить одну из Ариэль. Тирион уходит, не выдержав красоты. И теперь у Теклеса проблемы. Теклес тоже пытается убежать. Ой, по спине дал. Надо пытаться окружать кородок. Если будет кородок контролить, сейчас будет же больно. Снова блобик вкусный, можно взорвать. Например, Грейв пока идет. Грейв оказался дальше всех от драки. И пока что, пока его противники делят поинты. Он бежит со всех ног. Здесь, кстати, есть ребята, хранители пламени. Но они, правда, могут стать жертвой тоже какого-нибудь АОЕ спила. Все-таки здесь синглы важны. Краблинг просто стрижет купоны, на мой взгляд. Потому что набивает кучу вэлью. Хотя тут Тирион. Где Тирион? Тириону мацию бровями гладит. Во всех местах щекочет. Очень больно ему теряет кикоуголь. Вот это что это было? Это что, Тентакли? Ну, понятно, почему он клонировал свою жену, Орион. Тут, конечно, Тентакли из земли. Из-под юбки. Ну, собственно, я много его еще чего не знаю. О Лоре Вархаммера, понятно. Понятно. Возможно, это даже переодетые слоны, шиты. Кто их знает. Взрыва здесь не было, а жаль. Идет перестрелка, потому что стоит огонь по готовности. Видите, друг друга все обстреливают, ребята. Каша сумасшедшая. А Карадок тем временем врывается в Краблинга. Но Краблинг, посмотрите, пока что идет на втором месте. Вэлью тут очень-очень много. И надо его как-то делить. Врывается сейчас Вечных Стражей здесь Теклис. Очень рядом, очень близко друг к другу находятся игроки. Могут сейчас начать драться. Смотрите, как Краблинг набивает. Краблинг очень удобно стреляет. Здесь прямой просто наводка. И Орион прячется под юбкой. Здесь его просто так не пробить. И бросается офигительная сеточка. И сейчас пойдет очень сильный огонек. Конечно, Теклис здесь красиво сыграл. Ничего не скажешь. Феникс пошел. Наберет ли он много урона? Ну, не знаю. Зато по-своему попасть не грех. Очень хитрый сейчас гамбит от Нормал Свампа. Под видом атаки на Риэль он атакует Грейва. Гениальнейший мув. Хитер. Возможно, Теклис это переодетый с Кевин. Кто знает. Хитрость достойная, на самом деле, с Кевинов. Самых-самых хитрых из них. Сюда нужно еще кидать АУЕ заклинания под видом того, что ты атакуешь Ариэль. Вот, что-то бросается. Что-то интересное. Это, наверное, Ариэль. А, это Орион. Орион бросает своих волчар и довольно неплохо попадает. Кородок начинает набирать поинты. Смотрите, как Краблинг там под шумом. Теклис, конечно, вышибает только так. Прямая наводка от Латерской морской стражи. Это тоже очень-очень серьезная вещь. Снова садится Феникс. Здесь бесполезные лирийские разбойники стеснительно куда-то закидывают стрелами. Грейв вообще пока грустно. Он со своими милищниками сюда вроде добежал. А поинтов ему и не дает бросает. Сейчас Аларьель. Аларьель в этот раз хил звезду Авилдорна под своих синглов. Опасное дело здесь. Теклису чуть голову не проломили. Тяжело. Надо убегать. Как дела там у зеленых синглов можем увидеть. Им тоже больно. Но зато Ариэль странно не хилится. Короток что-то мне кажется, что у него особо и вылет, а нет. Ой-ой-ой. Орион. Орион пытается набухаться вином, но не получается. У него вино его просто так не берет. Хитпоинты улетают. Его фокусят. Его бьет Тирион. Надо спасать Ориона. Очень-очень надо. Орион пытается уйти. Должно бросается Апофеоз. А есть еще вино. Почему все вино выпили жены Орион? Ты напьешься или нет вина? Здесь фокус просто со всех сторон. Краблинг под шумок делает страшные вещи. Посмотрите, сколько вылью. Конечно же, Короток набивает очень много урона, потому что у него куча войск. Естественно, он там вносит кучу урона. Но... Это понятно, да? Почему краблинг так много набивает? Почему ему игроки дают так много набивать? Это вопрос, конечно, сейчас. Эльфы должны задуматься выше о том, кто их истинный враг. Куча клонов Вечных Королев или хитрый Краблинг, хитрый Теклис, который заманил в свои сети всех этих Вечных Королев и расстреливает их, набирая тем самым очки. Пора задуматься, кто ваш истинный враг. Это... А, это, кстати, это сестры Авелорна. Вот они могли под шумок там пальнуть, например. Ой, я случайно уничтожил тебе отряд. Почему бы и нет? Но все пока делят, делят Вэлью, делят. Пойнты. Разрывают Вечных Королев. Больно сейчас Теклису. Тирион, кстати, уже до Капа Хила отрегенился. Садится сюда Ариэль и сразу... О, Аларьель. Фу, ты, гал. Задолбали со своими именами. Нет нормальной придумать. Хорошо, что нету Аларьель или Аларь-Аларьель. И просто Ари какой-нибудь. Ну, почему бы и нет? Почему бы и не назвать? Умирает кто? Умирает Оранжевый. Умирает Орион. Зарубили. Сестры, жены. То бишь, да, прошу прощения. Должны быть в ярости сейчас. Тириона скоро вытолкнут за линию. Он практически уже умер. Он уходит, ё-моё. Уходит или улит... А, он убегает. Ну, уходит. Браво, уходит, потому что там были враги. Он не отступил. Он увидел новую угрозу, которая нависла над Улпаном. И пошел с ней драться в углу. Забиты сейчас Ариэльки. У Ариэльек много морали. Бросается опять эта сеточка. Очень душное заклинание. Конечно, максимальная душнина. А наказать за нее абсолютно нечем. И сейчас идет расстрел. И снова Краблинг набивает поинты. Как ему сейчас приятно. Пора, пора. Одуматься высшим эльфам. Задуматься о том, что все. Уже нужно делить поинты. Все. Второй раз призываю к этому. Убегает сейчас три Ариэля. Затирионом. Вслед. Ну, потому что муж умер. Ну, уже новый муж, наверное. Вечные королевы. По лору, конечно, тут бы хватило, наверное, одной Вечной Королевы, чтобы всех расхирачить. Потому что она же там полубогиня какая-нибудь. Пафосная. А тут их девять. Мне кажется, тут карта сразу должна была бы треснуть. Но креативы вот так забалансили. Поэтому Вечные Королевы здесь сильны, конечно, Ариэльки. Но не настолько сильны, чтобы переворачивать прям игру. Потому что там, по-моему, у нее то ли не сокрушимость, то ли что-то в начале было, короче. Которые все, что сразу порезали. Вместе с Камбукой, с Орионом. И это уже в итоге не так круто. Все еще сильно, но уже не ультимативно. Да, началась драка здесь вроде или непонятно. Что-что происходит. Ариэлик добивают пока что. Все друг друга бьют. Но вот в такой толпе друг друга бить можно только в путь. Все, пора дерить власть. Началась драка. Здесь уже садится Аларель, сияющая в мага. Началась переделка власти. Братва рвется к власти. Тирион погиб. Остался Текрис и Ариэль. Остались вольные войска Краблинга, которых ведет маг жизни. Которая теперь замещает Тирион. Она пытается ворваться в спину Аларель. Причем она гоняет ее неплохо. Можно так и пособкам по Горбине дать. Дает пособкам по Горбине. У кого не остается войск? У Краблинга? Нет. Это, видимо, я даже не знаю кто. Это, наверное, Текрис, да? Это Нормал Свамп. Остается без надземных войск. Ему сейчас нужно куда-то садиться. Пытается он догнать Аларель, сияющую. Нужно искать срочно посадку. Здесь есть вкусные какие-нибудь лучники, которых можно будет на халяву побить. В это время две оставшиеся жены Ориона уходят в леса. Уходят партизанит. Они собираются уничтожать всех высших эльфов из лесов. Атакуя внезапно. Бросается огненный штор довольно неплохой. Разгоняет всю пехоту, которая есть. И сейчас во войска Краблинга садится Нормал Свамп, обмазываясь бафами. Сейчас, конечно, довольно серьезные шансы на победу по войскам именно, наверное, у Нормал Свампа. Но на победу по очкам у него шансов много. Сейчас все разбежались и начнется охота за поинтами. Краблинг тоже, видимо, собирается партизанить. Где маг Хила? Где вообще войска Краблинга? Вот, Краблинг уводит колесницы. Дает им возрождение. Магичка жизни уходит. Открывает правительство в изгнании. Будет с Тереном переписываться, получать приказания и продолжать воевать. Потому что Терен обещал вернуться. Раз обещал, значит он вернется. Здесь уже до линии практически провожены войска Краблинга. Кородок имеет в целом шансы на еще победу, наверное. Хотя нет. Смог бы он отрегениться. Возможно, еще за счет Апофеоза он сможет здесь накидать себе хил. Да, отрегенить ману. Но я бы на месте вообще Кородока еще бы взял пассивочку на то, чтобы стоять в лесу и постоянно отбрасываться заклинаниями. Было бы неплохо, наверное. Но за счет проводника Чар, наверное, Апофеозов он сможет накидать. Однако, Нормал Свамп не собирается ему это позволить. Он собирается его преследовать и уничтожать. Краблинг тем временем разбегается по углам карты. Здесь Грейв тоже уходит в леса, прятаться. И все игроки будут прятаться друг от друга. Все прячутся от Нормал Свампа. Потому что он сейчас обладает ультимативной силой. Если он соберет Value со всех, возможно, он сможет набрать приличное количество поинтов. Да, сейчас будут... Сейчас погибнут две Вечные Королевы. Или здесь же не будет преследовать их сейчас Нормал Свамп. Пока преследует. Остается 500. 500 хитпоинтов. Пробить у него, правда, не получается. Но краблинг уходит максимально далеко. Осуждаем или не осуждаем. Здесь Аристократ пока рубится. Ну, вместе с Ариэль. В принципе, с Алариэль. Да ё-моё, будьте вы прокляты за такие имена. Вместе с Алариэль. Алариэль, кстати, тоже Вечная Королева, да? Как я понял. Своя у Высших Эльфов. У Лесных своя. Ну, как видите, здесь Примадонна посолиднее. Хотя многие, наверное, все-таки выберут Аларку, да? Мальчики выбирают Аларку. Мужчины выбирают Алариэль. А мужи настоящие выбирают Хелеброн. Он... Нет, Тролль-Ведьма даже скажу. Элита выбирает Тролль-Ведьму. Если мы говорим про спор Вайфу. Но раз Тролль-Ведьма, она как бы топ-1. А остальных мы вот за топ-2 можем с вами поспорить, кто там кого выбирает. А Алариэль выбирает убить Колесничих. Правда, они оказались ей, видимо, не по зубам. Какая-то эльфийская бикотня. Здесь сейчас срочно Нормал Свамп ищет место для посадки. Ему нужно просто в кого-то сесть. Он не смог проводить Корадока и одна Ариэль осталась и будет спрятана в лесу. Спряталась. Все, Корадок стоит, Корадок выжидает. Здесь есть бронебойка. Есть неплохая атака и можно все равно как-то попытаться прогнать Алариль. Давайте ускорим. Кто кого. Здесь, мы видим, сел Нормал Свамп в синглов. Ну и, конечно же, он тут должен побеждать без особых проблем. Поэтому Грейв просто убегает. Краблинг пытается сохранить свои поинты максимально. Наворовал и убежал. Вот это типичный Теклис. Оп, стрела. Стрельба, кстати, неплохая. Колесницы разбиты. Грейва сейчас 6600. Тут идет бой за третье место. Вот за третье место прям серьезный бой идет. Кстати, если Грейв пробьет вот этих синглов, он, конечно, многого Ильина берет. Здесь мечника Хаята, как его, хранителя знаний, да, уже задавили, затоптали, заклевали. И еще только с ним страшное не сделали. Все, убит. Что сейчас делает, смотрите, Грейв. Он просто прячется в лесах для того, чтобы Норвал Свамп не нашел его и растерял всю Элью. Стоит здесь. Феникс садится, кстати. Фига себе. Феникса ловят. Дубасят. Ну, конечно, в алибордистов тяжело. Влетать я тут ускорил, потому что тут уж совсем какая-то типичная эльфийская душнина начинается. Но хранители пламени, стражи Феникса, готовы драться в углу. Они считают, что Феникс находится здесь. Они его страшат. Феникс всегда в углу. Поэтому встали в углу. Стражи Феникса убивают Фениксу. Они же не Феникса, стражи. Они стражи короля Феникса, да? А это явно не король Феникса. Это какой-то нарядный попугай. Который, кстати, офигеть, какое количество урона здесь наносит. И стражи Феникса уходят в другой угол. Стражить, видимо, им сказали, что король Феникс находится не здесь, а где-то тут в лесу. И они пошли его, конечно же, искать. Но пламя, как его знамение. Знамение Ассурия на их догоняет. И осеняет знамение стражей, как вы видите. Стражи уходят. А Феникс ищет себе новую жертву. Нормал Свамп остался без посадки. Здесь Краблинг уже корни просто пустил. Так долго он стоит в углу. Так долго он просто выжидает. Скоро, скоро улетит вся мораль. Ищет, рыщет Теклис. Не может найти. Нет противников. Вот эта душнина, вот эта абуз Грейв побежден. Нормал Свамп практически побежден. Ему, наверное, грустно сейчас, что у него нет несокрушимости. И он находит Ариэль. И должен сейчас садиться в нее. Находит, но пролетает мимо. Не замечает. Теклис, о чем ты задумался, Теклис, сейчас? Он ее нашел и потерял. Вот это грустно. Где-то так дико ржет. Дико, но тихо. Очень громко, но тихо. При этом шепотом ржет сейчас Ариэль. Сотрясаясь от хохота. Но при этом тихо, как я уже говорил, стелс-смех так называемый. Теклис ее не слышит. Не может найти. И сейчас Теклис просто отступит. И знамение Асурина отступит. И здесь у нас начнется финальная дуэль. Между магичкой жизни и между Ариэль. Оп, отступает. Оп, отступает. Финальная заруба. Пошли. Выходим раз на раз. Выходит краблинг. Выходит кородок. Сейчас должно быть битва титанов. Этого боя ждали все. Вы думали останется? Ариэль, Теклис и Терен. Нет, осталась магичка жизни. А, нет. И Аларий, я хотел сказать. А Ариэль осталась. Неплохой чарж. Здесь 2700. Здесь 500. Кстати, неплохо попадает. Ого, там какие штуки она бьет. Больновато. Кстати, 166. Минус мораль. Убежит. Да. И побеждает здесь в итоге краблинг. Сейчас мы с вами посмотрим вэлью. Интересный бой. 3800. 3900. Терен. Здесь 1000. Даже магичка косарь успела набить. Ё-моё. 3770. 4600. 4300. Ну, стража латерна имба. Короче, эльфов резать надо. Высших все. В нулину. В 10 раз им надо количество стрел уменьшить. Второе место. Карадок. 4200. 2800 здесь. Ну, кстати, блоб из релик. Показал себя не так. Эффективно. Как ожидалось. На самом деле. Я думал, что тут будет вообще неубиваемо под хилом. Оказалось не так больно. Вот было бы здесь много похищений души, наверное. Было бы намного душнее. 4500. Теклис. Вот эти ребята. Как бы они сделали все, что могли. На самом деле. Обычный отряд лучников. Как видите. Латертка намного серьезнее, чем иллирийские разбойники с луками. Конкретно вот в этой ситуации. В текущей ситуации. Да. Когда нужно было просто максимально эффективно расстреливать. Но ты. Кто мог ожидать, что здесь припрется такое количество вечных королев. Зато знамение Асурина тоже, как вы видите. Все красиво. В совокупности. Грейв. Ариэль. 1300. Удивительно. Но она там в толпу залетала. Поэтому ладно. Неудивительно, что и напихали. Синглы здесь грустно себя показали. 300. Хранители. Хорошо. И сестры Ави Лорна тоже очень хорошо себя показали. Наверное, жалеет Грейв, что не набрал лучников побольше. На этом все, друзья. Это был интересный бой. Забавно понаблюдать такие бои. Я поищу какие-нибудь еще. Спасибо Краблингу за то, что скинул мне этот реплей. Ребятам за то, что его сыграли. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока.